всем привет сегодня посмотрим виктограф в экспедиусе значит про виктограф не все знают потому что документации о нем не сказано ни слова вот а те кто знают еще и недалеко не всегда его используют хотя вещь полезная нечто подобное прибора хака присутствует там он по умолчанию выводится на экран значит для чего нам нужен виктограф не нужно чем он помогает никто виктограф как бы нам дает дополнительно дополнительную индикацию обнаружения объекта то есть это например как индекс воды то есть воды нам говорит о том какой объект находится под катушкой также и виктограф дополнительно вам может дать информацию об этом объекте так как включается виктограф вы нажимаете выбор здесь у меня средства уже есть потому что только что входил если вы еще не входили то вам нужно нажать два раза и точнее два раза одновременно пинпойнтер и плюсик вот эти клавиши вы их нажимаете у вас появляется средства и вы делать нажимаете в этих средствах выбор и показ и вот у вас появляется такой такой как бы экран разделены на четыре части то есть в общем у вас когда будет рисоваться вот эти вот фигуры виктограф и сигналы от черных от черного металла вас будут располагаться в левом квадрате здесь вот из цветного металла будет вправо значит смотрим беру вот 10 копеечек а здесь вот где 2 2 почерка стоит у вас будет воды показываться то есть обычно так вот включая я например хожу то есть я вижу и виктограф какой что показывает и значение воды вот например 10 копеечек забыл сказать версия прибыл в прошивке 32 катушка 9 дюймов то есть вот здесь копеек железо смотрим вот он рисует фигуру левую в левом квадранте так возьмем какую железяку вот такая у меня есть большой то есть по виктографа вы можете сказать о размерах объекта когда вы уже наберете базу себя в голове то есть накопаете соответственно выйти знать что за что то есть откуда например петля пошла куда она пришла поэтому будете уже определять то с большой вероятностью о том что же у вас там под катушкой находится так смотрим тоже нельзя то есть значит если железяка плоско то вот так рисует если на ребре говорит что она чернит кстати вот эти 10 копеечек вот эти же на ребрышке попробуем тоже то есть вот это ребро так но с этим понятно значит смотрим монетки чешуя есть монетки все куплены в магазине это все не капанина ни в коем случае закон не нарушен то есть это все куплен официально смотрим чешуя то есть вот виктограф воды и 64 64 виктограф правом страх правой стороне на ребре самое так это была чешуйка возьмем монетку побольше такая серебряночка две марки то есть вот видите виктограф ложится практически рядом с горизонтали но находится в цветном секторе то есть это означает что объект по большой небольшой а боль больше то есть вот если у нас была чешуйка у нас практически на 45 градусов делился этот квадрат только когда мы берем тоже серебряный объект но побольше у нас уже эти больше горизонтали ложится вот на ребре та же самая монета но годограф четко дает понятие то что цвет цвет металла как только у вас легла целью в правую сторону то значит это цветной металл поводы вы тоже это видите 90 90 так возьмем пятак каткин пятак размером практически сам дэуз вода и 98 из-за своих размеров он еще больше положиться с горизонтали на ребре то есть практически сливается с горизонталью так теперь ну копейка никола еще есть посмотрим как она будет то есть она поменьше пятака векторов видите уже угол побольше воды 85 так а теперь посмотрим что-то типа шмурдячка но и разные цели которые попадаются на их не всегда берем ну точнее тут не только такие остались ну например вот посмотрим обручалось кольцо золото в дыше от 9 чуть больше чем у чешуи и вот он практически ровно под сорок пять раз то есть как вы видите 45 градусов и ребята это значит золото золото дальше посмотрим крестик такой лепесточек 59 но тоже находится в правом секторе то есть это видно возьмем из-за чего как банки вот это ребят вообще никаким виктору ничем вы уже не один нет не определить этот монет это копать придется всегда и по-любому то есть не может ничего вам сказать точно что вот это язычок смотрите отличный сигнал с воды и практически как в чешуи не чуть выше чем бурталочка был то есть сигнал который копать будет нужно по-любому потому что тут может оказаться очень хороший цель дальше гильза такая гильза она что-то с ней делали какие-то поделки я не знаю она точно смотрим ее вот видите форму прибора уже не как монет не монетная не плоская и вот уже виктор граф начинает вот такие вот неровные прямо рисовать линии это 90 градусов так ну и последняя цель это гвоздь кованый смотрим его вот смотрите гвоздь чем ближе катушки тем вот такие вот нереальные нарисует каракули в разные стороны то есть ну вот это сразу определяется что это железо или какая-нибудь или кованая или или вот еще раз здесь копеечку возьму то есть вот так ребят советую пользоваться виктор графом потому что вещь полезная дает вам дополнительную дефекацию цели то есть вы на этом крайне идти и воды и саму цель то есть вам как бы воды и говорит только воды вам не говорит о форме предмета ничего со временем вот поработав с электрографом вы сможете определять и с какой-то долей вероятности ошибки конечно но сможете определять какого размера и какого какой форма цель под вашей катушкой на этом все всем удачи пока и и и и и и и и